Расскажите, что такое трансформация карьеры? Любое нелинейное изменение карьеры. То есть, если вы условно работали программистом в одной компании и переходите в другую компанию программистом на зарплату больше на 50 тысяч рублей, это не трансформация карьеры, это линейное изменение карьеры. Если вы работали программистом и стали ведущим разработчиком в этой же компании или в другой компании, вас хатили, это тоже не трансформация карьеры, это линейное перемещение. А вот если вы работали программистом, а условно открыли хореографическую студию, то да, это трансформация карьеры. И надо четко отличать, карьерный кризис, я просто устал, и от следующей истории, я хочу трансформировать свою карьеру. Для того, чтобы вам понять, вы просто очень устали, но все хорошо, или, собственно, все действительно очень плохо, это конец вашего существующего карьерного пути, надо сделать вот что. Вы берете на две недели, отключаете любые гаджеты, отключаете любой интернет, отключаете все, и дальше вы уезжаете. Если денег мало или какие-то обязательства, хотя бы на дачу, но уехать надо одному. При этом четко у вас не работает ни один гаджет, вы отключены от рабочей почты, отключены от всего, от интернета, от фейсбука, от прочих вещей. Если через две недели вы возвращаете, говорят, слушай, ну, в общем, наверное, я люблю свою работу, ну, допустим, я устал от компании, все нормально, вы просто ищете другую линейную должность. Если вы через две недели возвращаетесь с таким же отвращением, с таким же нежеланием работать там, где вы работали, это повод задуматься, вероятнее всего, речь идет о трансформации. И вы, соответственно, прежде всего должны очень внимательно прочитать свое резюме и выбрать некий набор ваших навыков, умений, знаний и прочих вещей, которые не отраслевые. Вот условно, понятно, отраслевое я умею хорошо программировать. Это отраслевая вещь. Но при этом вы понимаете, что есть отрасли, в которых это может быть дополнительно большим преимуществом. Например, кстати, в журналистике. Журналист, который сам, особенно если это онлайн-журналист, который сам умеет кодить, сам умеет распестить качественный контент, да еще что-нибудь сделать, видео, подкаст, это вообще ценящийся кадр. Но, условно, вы нашли не отраслевые ваши скиллы. Например, я умею хорошо менеджерить проекты, я умею, я не знаю, я умею работать с бюджетами хорошо, я там выигрывал какие-нибудь тендеры. Вы набираете вот этот пул необходимых, имеющихся у вас навыков, знаний всего, что вы можете предъявить другим отраслям. Дальше вы смотрите, а какие отрасли вам интересны. Вот тут главная проблема. Дело в том, что наше впечатление о других отраслях очень сильно отличается от того, что там есть реальность. Поэтому вы выбираете сначала отрасли, которые вам кажутся интересны. Дальше. По каждой этой отрасли вы находите нескольких людей, реально там работающих. Вы обязательно общаетесь, причем не с одним человеком, а с пятью-шестью из разных специальностей в каждой этой отрасли. Дальше, после того, как вы поговорили, какие-то отрасли у вас отпали. Итак, у вас осталось в результате несколько отраслей, которые вам интересны. И остался набор скиллов, которые вы смотрите не отраслевые навыков. Дальше вы проверяете, а какие из этих навыков могут быть востребованы вот в той отрасли, которая мне интересна. Ну, соответственно, вы переупаковываете ваше резюме. Потому что вообще, на самом деле, резюме – это как упаковка на торте. Вот мы все торты, мы все прекрасны. Для того, чтобы купили именно нас, надо хорошо упаковать с бантиками, со всеми вещами. Но надо понимать следующее. На самом деле, у нас HR очень сложно относятся к вот таким кроссплатформенным перемещениям. И вероятность того, что вас позовут на собеседование, кроме тех компаний, которым интересно каким-то образом купить опыт из других отраслей, в общем, таких немного. Что делается дальше? Вы находите максимальное количество знакомых, знакомых-знакомых, работающих в интересных вам отраслях. Дальше вы обращаетесь к ним, посылаете им вот это новое свое резюме, которое сделано максимально качественно под эту отрасль, и говорите «Пожалуйста, порекомендуй, расскажи обо мне». Причем в этом резюме отдельно, сопроводительным письмом сверху, вы очень четко формулируете ваши конкурентные преимущества, которые могут быть нужны этой отрасли. Почему я говорю? Что очень важно вам выявить вот те скиллы, которые вот в этой отрасли, например, они слабо развиты, а у вас они развиты хорошо. Довольно часто, особенно в условиях кризиса, для того, чтобы каким-то образом оптимизировать бизнес, работодатели сейчас, мы это замечаем, начинают покупать людей из других отраслей. С нужными им скиллами. Например, условно, девелоперы сейчас довольно много начинают покупать людей из такого культурологического образования. Обращаю внимание, хуже стали продаваться там относительно дешевые квартиры. Или, наоборот, очень премиальные квартиры. И нужно придумывать некие легенды, как продавать все эти микрорайоны. То есть начинают покупать вот такие скиллы. То есть вы должны объяснить, вы должны понимать, что когда вы приходите на это собеседование или встаете в очередь на эту вакансию, что у вас шансов меньше. Поэтому вы должны быть в хорошем понимании более агрессивны. Это не значит, что вы должны каждый день звонить этому работодателю, если он вас не хочет, он вас не хочет. Но вы должны подумать за него больше, чем кандидат из отрасли. И объяснить, какие у вас есть те преимущества, которых нет у кандидатов из данной отрасли. И тогда они купят эту компетенцию. Это просто речь идет о продаже доп. компетенций. Дальше, после этого вы должны понимать, что чаще всего кроссплатформенный переход занимает долго. В среднем он занимает вот от момента, когда вы создали свое резюме, до момента, когда вы вышли, где-то 6-8 месяцев. Может повезти, может быть быстрее, но это 6-8 месяцев. И еще одна такая неприятная вещь. Вы на самом деле теряете в доходе. В среднем при таком переходе теряется 15-25% на вот этого первичного дохода. Другой вопрос, что если вы перешли правильно, у вас он довольно быстро наверстывается. Быстрее, чем у других, кто начинает путь. Но это надо понимать, уж готовы вы на это или не готовы. Это считать из вашего бюджета, из ваших обязательств, из прочих вещей. Но, собственно, вот путь примерно такой.